МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя героя увековечили в починке. А теперь об этих и других событиях подробнее. В минувший понедельник прошло заседание Городского совета. Среди 14 рассмотренных депутатами вопросов несколько были наиболее важными для жизни и развития нашего города. Подробные комментарии в следующем сюжете. Программа работы 21-й сессии Городского совета была насыщенной. Для принятия решений постоянно действующие комиссии вынесли 14 вопросов. Они касались многих сфер жизни нашего города. При значимости всех решений несколько из них напрямую касаются самых различных слоев населения. Их-то мы и попросили прокомментировать. 187-м решением депутаты внесли изменения в городской бюджет на 2016 год. Эти изменения связаны с поступлением в наш бюджет дополнительно 21 миллиона рублей. На вопрос, откуда взялись эти деньги, нам ответил депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Упорные работы Андрея Викторовича и меня в конце года мы эту сумму получили. И еще на следующий год мы получили дополнительно, вот сегодня на сессии, изменения. Еще 20 миллионов на этот год. А вот куда их потратили, ответ держал глава администрации Вячеслав Седунков. Сегодня, внося изменения в бюджет, это свыше 20 миллионов дополнительных средств, которые поступили в бюджет, они, соответственно, были распределены и по расходам. Здесь отрадно отметить, что мы смогли изыскать средства для ремонта наших детских дошкольных учреждений. Это 4 миллиона рублей мы направляем на эти цели. Нашли мы средства, небольшие, правда, относительно 1,5 миллиона рублей, которые будут направлены на благоустройство дворов. Также большая доля средств была направлена, почти 4 миллиона, на обеспечение транспортных перевозок. К сожалению, здесь тоже у нас существовали большие проблемы недофинансирования. Сегодня мы эту ситуацию исправили. И, опять же, существенная часть из этих денег пошла как раз на погашение кредиторской задолженности, с которой мы, к сожалению, закончили предыдущий финансовый 2015 год. Задолженность было несколько крупных направлений. Самое большое направление – это были коммунальные платежи. Мы под конец года оказались должными нашему коммунальному предприятию. Также у нас была задолженность перед поставщиками продуктов питания в детские сады. И была задолженность перед нашей медико-санитарной частью за оказанные услуги, опять же, в дошкольных учреждениях. Решение 177 затрагивает интересы не только жителей города, а также предпринимателей и инвесторов. В первую очередь касается тех, у кого меньше доход, пенсионеры. Очень длинный список тех людей, которые будут освобождены от этого налога. И, что немаловажно, мы говорим много об инвестициях, о привлечении сюда, в наш регион, каких-то предпринимателей, которые бы создавали здесь рабочие места, открывали какое-то производство. И вот там будет уже на три года освобождаться полностью от налога наземную. Для бизнеса это очень немаловажно. 185-е решение Гурсовета вносит изменения в правила землепользования и застройки города. Этим решением депутаты утвердили перспективный план развития 4-го, 9-го и 10-го микрорайонов. Это два микрорайона, которые находятся за плотиной, рядом с садоводческим товариществом ветераны, два вот этих поля. Значит, несмотря на то, что эти земли находятся в частной собственности, это земли города, и поэтому на них распространяется градостроительная политика нашего города. Поэтому были по ним отдельно разработаны градостроительные планы, отдельно зонирование, где строить малоэтажные, где строить таунхаусы, где строить магазины, где строить дороги, где строить сети. Сегодня все эти решения приняты. Кроме того, еще один микрорайон в этих изменениях отражен уже как сформировавшийся. Большая зона в 4-м микрорайоне, если вот ехать со стороны объездной, который сегодня выглядит как пустынный склон, значит, до сих пор в наших правилах находилась как селитебная зона, перспективная селитебная зона, то есть зона для перспективной застройки. Сегодня по этой зоне также было принято решение, у нас была разработана градостроительная документация, проектно определенного зонирования, и эта зона у нас сегодня по документам полноценно превращается в пригодную для того, чтобы стать микрорайоном. И относительно развития 4-го микрорайона могу сказать, что уже есть интерес у инвесторов по застройке его, в том числе и застройке многоэтажной. Также интерес вызвало 186-е решение, согласно которому депутаты всех уровней должны будут отчитываться о своих доходах и расходах, а также членов семьи. Кроме того, теперь на них будут распространяться ограничения, как и на госслужащих. Предстоит не только отчитываться о доходах и расходах, но и нести бремя ограничений. Депутатам, так же как и муниципальным и государственным служащим, отныне запрещено иметь счета за рубежом. И дается переходный период, в течение которого депутаты, которые в нынешний момент имеют подобные счета, должны с ними расстаться и упорядочить свое введение. С финансовых, по крайней мере, обязательств только на территории Российской Федерации, либо покинуть должность депутата. С решениями депутатов по остальным вопросам можно ознакомиться на страницах газеты «Десна». Минтруд готовит законопроект, в котором планируют увеличить пособие по безработице на 70%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Повысить пособие предлагается за счет отмены части выплат. Например, пособие для тех, кто ранее не участвовал в страховой системе или впервые ищет работу. Им просто будут предлагать переобучение и рабочие места. Также Топилин высказался на тему зарплатных ожиданий. По его прогнозу, зарплата россиян в 2016 снизится на 3-4%. Межведомственная комиссия Смоленской области определила лучшие организации отдыха детей и их оздоровления. Лидирующую позицию в конкурсе занял детский оздоровительный лагерь «Смена». Десногорские школьники соревнуются за право представлять наш город на областной 31-й спартакиаде. Первыми боролись баскетболисты. Со 2 марта выбирают лучшую волейбольную команду. В минувшую среду на паркете встретились волейбольные команды юношей 2001-2002 годов рождения. Всего в турнире приняли участие три команды из 1-й, 2-й и 4-й школ Десногорска. Этот турнир является отборочным на областную спартакиаду школьников, которая начинается уже завтра в городе Смоленске. И наши баскетболисты, девочки, завтра примут в ней участие. Вот на прошлой неделе прошли отборочные соревнования по баскетболу, а сегодня мы начинаем волейбол. Вот этот турнир является победителем. Победитель среди девочек и мальчиков будет защищать уже честь нашего города на областной спартакиаде школьников. Мастерство и подготовка спортсменов оказалось на равном уровне, поэтому игры проходили напряженно. И все-таки лучшими оказались спортсмены школы номер 2. Теперь команда представит город на 31-й спартакиаде школьников в Смоленске. В преддверии Международного женского дня в Десногорске стала традицией проводить выставку-ярмарку авторского ручного мастерства. В выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс» на ярмарке можно не только полюбоваться на искусство кропотливого труда, но и приобрести уникальный подарок для своих родных и близких. На ярмарке представлено множество изделий ручной работы. Здесь вы найдете все, что угодно вашей душе. Это и изящные украшения из бисера, вещи домашнего декора, картины, выполненные в различных техниках, мягкие игрушки и многое другое. В основном это работы рукодельниц города Десногорска, представляющие различные виды хобби. Каждый, кто посетит эту выставку, не уйдет без покупки хорошего настроения. Ярмарка будет работать до 7 марта. А в Смоленском по Озерии 13 марта в 11 часов в центре поселка Приживальское широко отпразднуют Масленицу. Гостей накормят ржаными, гречневыми, овсяными блинами и развлекут народными забавами. Матушка Зима с развеселыми скоморохами проведет состязание на лучшего лесоруба и пильщика. Также нацпарк Смоленское по Озерии предлагает всем желающим поучаствовать в добровольных работах во время туристического сезона. Волонтеры будут колоть дрова, собирать травы, обустраивать туристические тропы и так далее. А в награду за трудом предлагается знакомство с природным и историко-культурным наследием нацпарка, экскурсии по тропам и маршрутам. В Починке открыта мемориальная доска в память о сотруднике, погибшем при исполнении служебного долга. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант милиции Александр Зайцев погиб при задержании преступника 20 лет назад, в сентябре 1996 года. В тот вечер он возвращался домой с дежурства, когда увидел, как неизвестный пытается вскрыть припаркованную машину. Лейтенант Зайцев задержал злоумышленника, но тот ударил его отверткой в голову. Оперуполномоченный скончался, не дожив 10 дней до своего 20-летия. В память об Александре Зайцеве на здании межмуниципального отдела МВД России Починковский была открыта мемориальная доска. В мирное время больно и тяжело терять друзей, родных, близких, товарищей. Лейтенант Зайцев, так же, как и мы, хотел иметь детей, семью, даже жить до глубокой старости. Но когда стал вопрос, быть добро или зло, он выбрал добро и исполнил свой долг до конца. Все присутствующие на торжественном митинге возложили цветы к освещенной мемориальной доске земляка. Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Смоленской области, трое должников водителей уже попались на нарушение ограничения. Несмотря на запрет, они сели за руль. Нарушителям грозит до 50 часов обязательных работ или лишения прав на год. Напомним, с 15 января 2016 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ограничения права управления транспортным средством за долги. При ограничении водительское удостоверение остается на руках у водителя, но ездить он не может. Ровно до того момента, пока не погасит задолженность перед судебными приставами. В преддверии Международного женского дня 8 марта в детских садах Десногорска проходят весенние утренники. На таких мероприятиях ребята читают стихи для мам, поют красивые нежные песни о весне и, конечно же, танцуют. Как это происходит в нашем видеоряде. Субтитры создавал DimaTorzok А городской центр «Досуга» приглашает десногорцев 4 марта в 17.00 на праздничный концерт «Женщина. Весна. Улыбка». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова